Открытие новых фондов защиты прав дольщиков, изменения в сводах правил и стандартов, коррекции по течной ставке. Каких перемен ждать в текущем году? Об этом и не только. Поговорим в ближайшие минуты. В эфире программа «Новостройка». Я Гульнара Успанова. Здравствуйте. Начнем с кадрова обзора новостей. Так, более 130 сводов правил и стандартов планируют актуализировать и разработать Минстрой России в 2020 году, сообщает «Интерфакс недвижимость». В частности, будут внесены изменения в проектирование геронтологических центров, домов сестринского ухода и хосписов, мостов и труб, железнодорожных и автодорожных тоннелей. Также «Интерфакс недвижимость» пишет о возможном внесении поправок в жилищный кодекс, запрещающих отключать услуги ЖКХ за долги. Отмечается, что в Госдуму поступают жалобы россиян, квартира которых затопила из-за недобросовестных соседей, не плативших за коммунальные услуги. Те, у кого нет долгов, страдать не должны. До конца года в каждом регионе должен появиться свой фонд дольщиков, пишет РБК «Недвижимость». РБК «Недвижимость» сейчас фонды защиты прав граждан есть только в 43 субъектах России. Напомню, ранее вице-премьер правительства Марат Хуснулин заявлял о возможном росте числа обманутых дольщиков на фоне реформы. Согласно предварительным оценкам экспертов, выдача ипотечных кредитов в январе 2020 года составила 180-190 миллиардов рублей. Это примерно на 10,5% больше, чем в январе 2019-го. Рост можно объяснить снижением ипотечной ставки. В декабре средний показатель достиг 9%. В феврале же он стал еще ниже. Крупные банки снизили ставку вслед за ключевой. Теперь в некоторых финансовых организациях взять заем на покупку жилья можно даже менее чем под 8% годовых. И этот показатель даже ниже того, что был запланирован на 2020 год в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Далее поговорим о социальных объектах. Какие школы появятся в Тюмени и на юге области можно посмотреть на примере стройки в деревне Ушаковой. Это уже третий населенный пункт, в котором реализуется типовой проект. Подробнее о нем нам рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика Вадим Ермухаметов. Вадим Ермухаметов. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, когда приступили к работам и что уже успели сделать? Приступили мы в январе этого года. Заканчиваем забивку свайного поля. Выполняем работы сейчас по устройству фундаментов. Строим мы школу на 360 учебных мест. Двухэтажная школа состоит из двух блоков. Блок А и блок Б. Блок А – это учебный блок. Блок Б состоит из спортзала, столовой и актового зала. Значит, внутренне наружные стены из керамического кирпича. Фасад будет мокрый под окраску. Металлочерепица, кровля и сэндвич-панели. То есть внешний дизайн-проект, он уже готов, и вы знаете, как будет выглядеть эта школа в конечном итоге. Частично, да, но сейчас прорабатывается дизайн-проект именно по внутренним площадям. Основной вход центральный – это будет на центральный бульвар поселка Молодежный. И два будет с улицы Молодежной, второстепенных. Все материалы здесь отвечают современным санитарным и пожарным нормам. То есть, в принципе, будет современная школа. Рассчитана ли она для маломобильных групп населения? Конечно, конечно. Это сейчас одно из таких основных. Поэтому все мероприятия для этого будут выполняться. То есть это пандус на входе, а лифт в самой школе он предусмотрен? И пандус, и все дополнительные тактильные таблички, знаки, указатели. Предусмотрен лифт для подъема на второй этаж. По безопасности какие системы здесь предусмотрены? Как обычно, система контроля доступа, СКУД, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Наружная, внутренняя? Наружная, внутренняя, да. Инженерные сети уже подводили, уже подвели вот наружные сети или? Наружные сети начнем в марте. Будет блочная котельная на отдельном фундаменте. Устройство производства самой котельной будет занимать порядка 3-4 месяцев. То есть она у нас будет только летом. Ну и запуск тепла ближе к осени. Ну и сама территория. Территория не маленькая. Что будет здесь? Территория школы порядка двух гектар. То есть здесь будет благоустройство. Проезды пешеходные, дорожки, стадион будет, тренажеры для сдачи норм ГТО. Вот мы с вами примерно сейчас где находимся, где стоим? Вот как будет стоять здание, на что мы с вами будем смотреть? Мы сейчас находимся с торца блока А. Центральный въезд у нас будет находиться там вот, на центральном бульваре. Здесь будет просто два запасных выезда на улицу Молодежную. То есть здесь какая-то асфальтированная площадка будет в будущем? Все поле стадиона будет в той дальней части, справа от школы. Когда будете сдавать? Успеваете в срок? Да. В декабре 2020 года? Да. Спасибо вам большое за информацию. В целом Тюменской области сейчас ведется строительство восьми школ. Четыре из них возводят в Тюмени, в районе улиц Николая Зелинского, Дмитрия Менделеева, в Казарово, в Европейском и в Звездном городке. Еще четыре в Тобольском, в Увадском и Тюменском районах. В этом году начнется строительство еще девяти школ. Двух в Тюмени, в районе Тура и в жилом комплексе Новопатрушева. Также в деревне Хмелевой Тобольского района. Это что касается капитальных зданий. Будет и шесть модульных с дошкольным отделением. Три в Вагайском районе и по одной в Нижне-Тавдинском, Юлутеровском и Тобольском районах. В завершении выпуска предлагаю рассмотреть очередной дизайн-проект. Интерьер в стиле неоклассика с элементами современного стиля, оформлен для семьи с двумя детьми, младше шести лет. Работала над проектом дизайнер интерьера Ольга Юргенсон. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с отличительных особенностей стиля, в котором пришлось работать. Здесь был выбран стиль неоклассика с акцентами современного стиля. Отличительной особенностью неоклассики являются использование лепнины, симметрия. Также она допускает в себя элементы современного стиля. То есть это использование, возможно, современных люстр, может быть, современных элементов мебели. Также для нее характерны нейтральные цвета и различные поверхности. То есть это может быть керамогранит, использование дерева и другие. Пришлось ли делать какие-то изменения в планировке квартиры? Да, перед нами стояла, на самом деле, очень интересная задача. Нам нужно было объединить две квартиры в одну. То есть у нас была вот эта одна квартира и эта вторая квартира. И мы распланировали пространство так, что у нас в общей сложности получилось 120 квадратов в жилой площади. Одно из самых просторных помещений квартиры – это спальня. Она выполнена в нейтральных цветах. И одно из пожеланий заказчиков – это просторная кровать. То есть она у нас получилась размером 2,40 на 2. То есть достаточно такая объемная. Можно бегать. Да. Ну, это как раз связано с тем, что маленькие дети, и хочется, чтобы прямо дром поваляться всей семьей. Да. Вот. Также мы предусмотрели галерею для семейных фотографий и подвесное кресло. Значит, здесь у нас также огромная гардеробная комната. Но шкаф выполнен так, будто бы это двери, и за ними у нас свет. То есть это сделано для того, чтобы у нас не было ощущения нагромождения, загромождения пространства, а наоборот добавить больше воздуха. Из спальни предусмотрен выход в хозяйскую ванну. Изюминка этой ванной комнаты – это окно с витражным оформлением. И дополнили мы ванну оформлением фреской с природным орнаментом. Детская мальчика – это одно, наверное, из самых интересных помещений в квартире. Мы ее разделили на две зоны. Это зона для отдыха и сна и зона для игры. Вот. Что очень удобно, потому что у нас появилась такая дополнительная игровая зона, так скажем, где могут дети все вместе собираться и играть. Детская стеша у нас получилась достаточно нейтральная. То есть здесь у нас из детской мебели, можно сказать, только кровать и какие-то мелкие игрушки. То есть когда она вырастет, мы просто меняем кровать, и у нее получается достаточно такая взрослая комната. Все игровые моменты, которые здесь есть, допустим, шатер, оформление стены – это все легко снимается и меняется. То есть здесь у нас стикеры, которые при желании легко можно снять. Ну, шатер, соответственно, тоже просто может убираться и все. Общая зона в квартире – это гостиная. Здесь у нас в гостиную у нас вынесена обеденная зона, поскольку в помещении кухни мы оставили много места для готовки именно. То есть рабочая зона? Да, поскольку глава семьи очень любит готовить, было принято такое решение. Именно непосредственно обеденную зону вынести в гостиную комнату. И для того, чтобы сильно не отгораживать пространство кухни и гостиной, было предусмотрено сделать окно и не закрывать проем глухой дверью, а поддержать просто его оформлением в стилистике всей квартиры. Сам же кухонный гарнитур выполнен в нейтральных цветах, что характерно стилю и очень удобно в эксплуатации. То есть вся техника у нас получается встроенная на кухне, все закрыто максимально, да, и очень мало открытой поверхности. Это тоже характерно самому стилю? Это больше характерно как раз современному стилю. Плюс здесь одно из пожеланий заказчиков было, это много подсветки, чтобы было комфортно готовить. Во сколько же обошелся данный проект? Сколько вот он будет стоить? От 60 тысяч за квадратный метр. И это все, что мы успели рассказать. Напомню, программу «Новостройка» можно смотреть также на канале «Тюмин Тайм» в Ютубе. До встречи в эфире. И это все, что мы успели рассказать. До встречи в эфире. До встречи в эфире.